Для того, чтобы владеть полной и оперативной информацией о любых природных пожарах на территории края, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды пользуется данными космического мониторинга. Их предоставляет Федеральное агентство лесного хозяйства. Они обновляются шесть раз в сутки и позволяют следить за развитием горения и прогнозировать его последствия. Спутник способен засекать горячие точки площадью от одного гектара. А данные по возгораниям можно получить за весь календарный год. На каждый пожар в системе заводится отдельная запись, которая описывает все его параметры. Координаты, площадь, удаленность от населенных пунктов и прогноз его развития на 10 дней вперед. Всего с начала года системой было зарегистрировано 979 пожаров на общей площади 112 059 гектаров. Поэтому мы пользуемся для мониторинга этой системы и в основном используем ее для развития ландшафтных пожаров, природных пожаров, анализ горения пожневных остатков, сельхозрастительности, как среди обитания диких животных, уничтожение лесных полос. И у нас в Ставропольском крае еще имеется большая площадь лесов, так называемых, на земляхных категорий. Это земли сельхозные, чем это может быть и самостоятельно выросшие, а в ради балки. Сферы применения всевидящего ока, наблюдение за окружающей средой, планирование мер по эффективному природопользованию. Но самое актуальное сейчас – отслеживание пожаров на Ставропольских полях. Особенно оно помогает в сезон уборки урожая, когда нерадивые колхозники начинают выжигать пожневные остатки – стерню. Максимально достоверные сведения, полученные из космоса, однозначно доказывают факт горения поля и помогают при дальнейших проверках. В случае намеренного поджога сельхозпроизводителям не удастся отвертеться. По статистике, которую собрали на основании космических данных, 98% природных пожаров в крае произошло не в лесах, а на полях. Из более чем 2 миллионов гектаров посевных площадей в крае сгорело 4,5%. В рейтинге горящих регионов в крае на сегодняшний день на первом месте Грачевский район. Там сгорело 13,4% площадей от общего числа засеянных. В Советском районе – 10. При этом в других районах, например, в Минераловодском, сгорело всего 0,45% посевных. Это говорит только о намеренных поджогах. Основной причиной возникновения пожаров, которые произошли в 2011 году, являются неприродные факторы, как принято говорить, аномальная жара, природные, техногенные, чрезвычайные ситуации. Главной причиной пожаров является антропогенное воздействие, то есть деятельность человека. Больше того, деятельность сельхозпроизводителей, которые расценивают вот эти пожары, как один из сельхозприемов по выжиганию. Полученные данные анализируются. На их основе планируются меры по охране окружающей среды от негативного воздействия человека. Кроме этого, эти данные передают в Министерство сельского хозяйства края, которое наделено полномочиями наказывать, в том числе и рублем, хозяйства, которые допускают случайно или намеренно пожары на полях. Алексей Форсиков, Юрий Корниенко, Николай Попов, Информбюро.